Уважаемый президент Шавкат Мироманович, мы вынуждены повторно обращаться к вам через эфир интернет-канала как гаранту Конституции, так как ни со стороны Генеральной прокуратуры, ни со стороны Верховного суда не обеспечивается защита наших конституционных прав и интересов как граждан Узбекистана. Принцип правильства всех перед законом, независимо от национальности, социального происхождения и общественного положения, не соблюдается. Мы столкнулись с системой противодействия правосудию и закону со стороны самих правоохранительных органов, а также со стороны конкретных судей и, в частности, Верховного суда. И на примерах убедились в том, что незаконные судебные решения покрываются сведомо прокурору Генеральной прокуратуры в интересах нарушителей закона. Уважаемый Шалкат Мироманович, в текущем месяце вы обратились с выступлением, критически оценив деятельность судей, и, в частности, называя их красными взяточниками. И, на наш взгляд, ваше обращение не было судьями и воспринято с должным вниманием. Попросту говоря, многие судьи на него просто плюют. И вот мы убеждаемся о этом на конкретных примерах. Будучи потерпевшими от клеветы со стороны бывшего адвоката Палванова и его жены Ата Муратовой, мы вынуждены терпеть несправедливость в самой Верховной судебной инстанции, где при повторных кассационных пересмотрах дела отменяются справедливые законные судебные решения. И я считаю, что Генеральный прокурор и председатель Верховного суда должны дать этому соответствующему оцепку. Например, судья Верховного суда уголовной коллегии Турсунов-Фархоз проводит рассмотрение кассационной жалобы правонарушителя Палванова без нашего ведомого участия тайным образом, не оповещая, не уведомляя нас. И притом в тот же день, когда четырехтомное административное дело поступает к нему, согласно сопроводительному письму, из Ташкентского областного суда. Не вызывая нас, но вызывая на суд самого правонарушителя Палванова вместе с его сообщницей Атамуратовой, проводя суд без нашего ведомого участия, без вызова нас. При этом отменяет правильные законные судебные решения в отношении Палванова и не считает нужным для этого удаляться в совещательную комнату. То есть настолько грубые судебные решения, грубые нарушения допущены были при вынесении данного судебного решения, и они были, в частности, повторены в апелляционной инстанции, куда это дело поступило после Верховного суда. В апелляционной инстанции его таким же образом рассмотрел судья Умаров, также тайно, без вызова нас, без оповещения о том, что в данный день состоится суд, и также не удаляясь в совещательную комнату. То есть все просто принималось при участии Палванова под давлением его голословных доводов. Тем самым Палванов был освобожден от административной ответственности, который был привлечен на законных основаниях, и тем самым это является прямым пособничеством ему уйти от уголовной ответственности по возбужденному уголовному делу по статье 139, части 3, пункту Г Уголовного кодекса Республики Узбекистан, производство которого в настоящий момент из УВД города Черчака переведено в Главное следственное управление УВД Ташкентской области. Второй пример. Второй пример по делу второго участника этой стороны правонарушений Атамуратовой, то есть жены сообщницы Палванова. Атамуратова привлекалась к административной ответственности 16 февраля текущего года по решению апелляционной инстанции Ташкентского областного суда на основании доказанных фактов кривиты, установленный законом срок. В частности, довод Атамуратовой, что срок привлечения к административной ответственности истек, был опровергнут нами на суде по документальным материалам административного дела. На основании заявления Атамуратовой, поданной на имя начальника УВД города Черчака, рукописный текст, от руки написанной Ариза Атамуратовой, в объеме двух страниц, дата подачи 19 февраля 2020 года. 19 февраля 2020 года она подает данные повторные заявления. Ранее она подавала такого же содержания заявления в Министерство народного образования с клеветой на педагоговском оочинку Ольгу Валентиновну и получала ответы неоднократно также и подавала его многократно. В частности, вот как я указала в указанную дату, 19 февраля 2020 года начальнику УВД Черчака на основании доказанных фактов кривиты Ташкентский областной суд применил к ней административное изыскание ниже низшего предела санкции, которые полагаются за совершение данного правонарушения. То есть вместо 20 базовых расчетных величин штрафа всего 3 базовых расчетных величины и с применением статьи 33 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан. Полванов был привлечен по этой же статье ранее и с применением всего взыскания всего в 5 базовых расчетных величин штрафа. Атамура этого желая избежать уголовной ответственности за клевету, раз за разом подавала заявление о несогласии с данным судебным решением, кассационная жалоба ее была оставлена без удовлетворения 6 июля 2021 года. При рассмотрении ее кассационной жалобы с нашим участием не было найдено оснований для отмены данного обоснованного решения суда апелляционной инстанции Ташкентского областного суда 16 февраля. Оно было оставлено в силе решением Верховного суда 6 июля. Атамуратова подавала заявление о внесении протеста на имя генерального прокурора, получала ответ с отказом во внесении протеста в связи с отсутствием оснований для его внесения. Но впоследствии посредством онлайн-трансляции состоялся прием Атамуратовой генеральным прокурором Нигматулой Удашевым, к которому она изложила свои требования об отмене данных судебных решений, попутно оклеветав нас и при этом снабжая свое заявление давлением на жалость, на свой возраст, 62-х лет, на количество своих детей и внуков, на то, что для их обучения и содержания требуются значительные материальные затраты. Я думаю, что генеральный прокурор дал поручение исполнителям разобраться в данном деле, но не удовлетворять слепо голословные доводы Атамуратовой. Исполнитель же Тимиралиев 12-го управления подошел к этому заявлению буквально и внес протест в интересах Атамуратовой, не имея к тому законных оснований, грубо нарушив требования статьи 38-й закона о прокуратуре Республики Узбекистан, что протест может наноситься лишь на противоречащее закону судебные решения, судебный акт. В данном случае никаких противоречий с законом не имелось, не имеется, и это было неоднократно подтверждено в судах. Протест свой Тимиралиев никак конкретно не обосновал. Его обоснования, так же, как и доводы Атамуратовой, являются неоснованными ни на каких конкретных фактах, которыми он бы не удовлетворился, как прокурор, производящий оценку данного судебного решения, данного дела. То есть он не указал в своем протесте на то, что проводилось служебное расследование по доводам Атамуратовой. Оно было... По результатам данного служебного расследования ее доводы были признаны клеветой. Он об этом не указал и, соответственно, просит проводить дополнительную экспертизу, не дав никакой оценки тем исследованиям, которые уже проводились, тем расследованиям, тем следственным действиям, которые уже проводились по ее доводам. По нашему заявлению в отношении решений Турсунова и Умарова, которые я уже озвучила в отношении Павланова, Тимиралиев также внес протест, но в один день было подано в Верховный суд два протеста. Вынесены они были 22 ноября, в Верховный суд поступили 6 декабря. До сих пор наш протест не рассмотрен, хотя уже истекает месяц с момента его поступления в Верховный суд, что противоречит требованиям закона и даже не определена дата его рассмотрения. А протест от Атамуратовой был рассмотрен в первоочередном порядке и при этом, опять же, судьями Верховного суда, рассматривающими данный протест, были допущены грубые нарушения. В частности, судья Таганов, председательствующий судей Арапов и Асраров, хотя проводили аудиозапись судебного заседания по нашему ходатайству, озвученному в первом судебном заседании, на втором судебном заседании они проигнорировали наши показания суду и не включили в постановление и в протокол основополагающие факты, доказанные на основании которых, собственно, Атамуратова и была привлечена к административной ответственности за клевету, проигнорировали и не включили их как имеющиеся в материалах дела. Они проигнорировали и оставили без оценки вот это поданное Атамуратова 19 февраля заявление и указали лишь о том, что якобы она подавала заявление 14 февраля и к моменту рассмотрения дела апелляционной инстанции 16 февраля, получается, что якобы истекал срок привлечения к административной ответственности. Они создали такую предпосылку для последующего рассмотрения дела в суде областной инстанции, чтобы это решение, чтобы производство по этому делу было прекращено по статье 271 пункту 7 в связи со стечением срока. Так вот, мы категорически не согласны с данным искусственно созданного и создаваемого лакиты и с фактом целенаправленной отмены законных и обоснованных судебных решений. И на основании статьи 322 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан мы обращаемся к генеральному прокурору Нигматулу Илташеву и к председателю Верховного Суда и просим восстановить справедливость и правосудие рассмотреть дело по фактам нарушения законности в данном деле и на основании части 2 статьи 321 отменить судебные решения, вынесенные в порядке повторной касации 27 декабря 2021 года основаниями к отмене постановления по делу об административном правонарушении вынесенными судьями Тагановым, Асраровым и Араповым является неполнота или односторонность рассмотрения дела органам, должностным лицом еще указанными судьями как я уже указала они не учли при вынесении данного решения на факт подачи от Амуратовой заявления причем это многократные были заявления не единожды совершенные ею и тем самым создали ей искусственные предпосылки для прекращения производства по делу тем самым одновременно создали предпосылки для ухода ей от уголовной ответственности по возбужденному делу и для нее и для Полванова и также просим решить вопрос когда будет рассмотрен наш протест вынесенный по нашему заявлению в связи с этим мы просим личного приема председателям Верховного Суда который кстати не принял нас еще по итогам нашего первого видеообращения к вам Шавкат Мироманович и также просим приема председателя Высшего Судейского Совета по фактам грубых нарушений законности судьями просим приема генерального прокурора Нигматулы Илдашева именно генеральный прокурор должен оценить критически работу исполнителя который вносил протест по данному делу и дать оценку его работе тем фактам которые проигнорировал исполнитель и в частности вот этому односторонне вынесенному решению суда пособствующему уйти от ответственности правонарушителю и нарушителю закона Вы знаете мы считаем что несправедливость терпеть недопустимо и недопустимо нарушать закон теми кто в чьи обязанности прямые обязанности входит осуществление правосудия и надзора за его исполнение поэтому мы в случае неисполнения данного наших требований в соответствии с законом мы будем вынуждены передать данное видеообращение для трансляции его правозащитникам Российской Федерации и доведение его до сведения в частности президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина который на форуме состоявшемся при участии председателя сената Танзилы Нарбаевой объявил о готовности защищать всех женщин в любых государствах которые терпят притеснения со стороны закона и в данном случае это тот самый случай который нуждается в рассмотрении на самом верхнем уровне так мне надо теперь уважаемый президент Шаркат Мирамонович мне 72 года родилась и выросла в Узбекистане есть у меня гражданка Узбекистана которая 45 лет посвятила трудовой деятельностью педагога не обеспечит законное право призвать плеветников к ответственности перед законом за клевету в мой адрес и в адрес моей дочери под доказанным фактом плеветы которые пытаются незаконно протестовать я буду вынуждена передать это видео правозащитникам России чтобы президент Владимир Владимирович Путин оказал мне поддержку и защиту от притеснений со стороны нарушителей закона как он это объявил на форуме состоявшемся в ноябре текущего года 2021 года на котором вы Танзеля Нарбаева принимали участие к нарушителям закона не должно быть пощады они позорят наше общество все беззаконие порождает преступность поэтому мы вынуждены повторно подавать обращение привлекать ваше внимание к фактам покрывательства беззакония просим участие наше предыдущее первое видеообращение и наше повторное спасибо спасибо вам большое